МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в драмтеатр идут совсем не зрители, а соискатели. В культурном заведении первая ярмарка рабочих вакансий для людей с ограниченными возможностями. А машинки шишлейные не умеете наложить? Какой-то опыт есть? Есть опыт. Более 30 работодателей самых разных направлений. Только Абаканский центр занятости выставил тысячу вакансий. Здесь и коммунальная сфера, и производство, и медицина, и даже МЧС. У нас есть программа «Доступная среда по работе с инвалидом». И мы по освобождению вакансных должностей будем предлагать должности обеспечивающих специалистов, таких как, допустим, бухгалтера, заведующие с плодами. Врач функциональной диагностики. Рабочее место преимущественно сидя. Поэтому вот мы можем предложить вот такое место. Затем врач ускорозвуковой диагностики. Помимо вакансий, варианты профессионального обучения представили шесть учреждений. Например, по профессиям бухгалтер, парикмахер или электромонтер. И судя по количеству пришедших, работать люди с ограниченными возможностями готовы. Как сами говорят, все лучше, чем сидеть дома. «Лично я вот инвалид первой группы, как бы, ну я человек с высшим образованием и с большим удовольствием применила бы свои знания где-нибудь. Просто я вот учитель и как бы являюсь инвалидом по зрению. У меня, ну не получается просто по специальности себя применить». Так или иначе, в очереди центра занятости сегодня состоят сотни инвалидов. Чтобы решить проблему, в республике существуют квоты, когда предприятие обязано предоставить рабочее место. Но это касается лишь тех организаций, где работает больше ста сотрудников. Но очевидно, власти намерены сделать программу более широкой. «Мы уже готовим изменения в республиканский закон, по которому квота будет устанавливаться на предприятиях с численностью, работающих свыше 35 человек. Это позволит дополнительно заквотировать 700 рабочих мест». Виктор Зимин также подчеркнул, не исключается возможность налоговых льгот для предприятий, где трудятся люди с ограниченными возможностями. Но главное работодатель должен понимать, вместе с этим он получает сотрудника, который оказывается не хуже других. Инвалиды уже всем давно доказали, люди с ограниченными возможностями, благодаря своей воле имеют возможности неограниченные. Константин Кравцов, Алексей Голубев, Вести Хакасия. В августе абаканской полиции бороться с преступностью активно помогали жители города. Серебряные награды и благодарность получили сразу три человека. Так накануне была отмечена медсестра абаканской хирургии, которая задержала вора сотового телефона. А сегодня начальник абаканской полиции лично поздравил двух мужчин, которые предотвратили кражу и угон автомобиля. Александр Фоминой и Андрею Малешкину сегодня аплодировал практически весь руководящий состав абаканского отдела полиции. Рано утром молодых людей пригласили в управление, чтобы поздравить и сказать спасибо за то, что не остались равнодушными и не прошли мимо нарушения закона. Александр Фомин, приехав ночью с работы, заметил угонщиков и помог задержать их. Андрей Малешкин работает в службе контроля гипермаркета. Он схватил двух девушек-подростков, пытавшихся украсть вещи в спортивном отделе. Свой поступок чем-то выдающимся не считает. Говорит, за многолетнюю карьеру охранника – это далеко не первые задержанные им нарушители. Памятные медали МВД Хакасии за укрепление правопорядка уже давно не выдавались гражданским лицам. Поэтому сотрудники полиции, поступки жителей Абакана считают достойными наград и благодарности. Третьеклассники Ербинской школы 1 сентября отказываются идти в школу. Дело в том, что администрация учебного заведения за три дня до начала занятий объявила родителям, что их дети будут ездить на занятия в город Сорск. Причем не на школьном, а на рейсовом автобусе. За помощью мамы обратились в редакцию Вести Хакасия. Неприятное объявление о переводе третьего класса из Ербинской школы в Сорску сделали 29 августа. Ни родители, ни школьники к такому повороту событий морально не были готовы. Причем мамам предложили отправлять детей за знаниями на рейсовом автобусе Ербинская-Сорск. Тут же ставят нас перед фактом, что автобуса не будет, возить пока не будут. У автобуса двигатель сломанный. То есть мы должны еще собирать по 10 рублей билетики, дети должны приносить нам домой. Мы должны их клеить в тетрадочку, на бумажечку. Потом нам администрация или кто там выплатит деньги за это. Нам не нужны ни деньги, ничего. Мы хотим, чтобы наши дети учились в нашей школе. Они учатся до трех, до четырех часов. Автобус только уходит обратно с города, получается, один раз. Если ребенок на 5-10 минут задержался, значит, ребенок остался без автобуса. А если он в этой столовой проел денежку, которую ей оставляли на обратный путь, на всякий случай, значит, ребенок будет пешком. За помощью жителей Ербинского обратились в Министерство образования республики на встрече с министром Галиной Салата. Стало ясно, что претензии родителей вполне обоснованы. Абсолютно неправильно то, что вы сегодня об этом узнаете накануне учебного года. И второе, как мне сейчас сказали, вопрос на еда-транспорте, что предлагают ехать на общественном транспорте. Ни один ребенок не может ездить на общественном транспорте, он может ездить только на школьном специализированном транспорте. Министр пообещал сегодня же выяснить, почему учеников третьего класса Ербинской школы в столь спешном порядке, без предупреждения, перевели в Сорск. Возможно, одна из причин – низкая наполняемость класса, всего 9 человек. Вот так вот на ходу я сегодня не могу сказать, насколько законны и в действии. Каким образом была предупреждена учительница, потому что учительница знала об этом, не знала. Если ей дают какой-то другой класс, это один вопрос. Если ее незаконно сегодня сокращают накануне учебного года, это другой вопрос. Поэтому я сегодня обязательно эту тему мой орган отдела надзора выяснил и ответ мы вам дадим по вашим контактным телефонам, которые вы доставите нам сейчас. В министерстве сдержали слово. К вечеру результаты проверки показали, что закрытие третьего класса в Ербинской школе незаконно. Класс пообещали сохранить и оставить детей в родной сельской школе. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Специалисты выяснили, конюшни Ивана Мендебекова в Аскизском районе загорелись от короткого замыкания в электросети. В прокуратуру направлены материалы об отказе в возбуждении уголовного дела, где говорится о загорании электропроводки, которая работала в аварийном режиме. Напомним, 2 августа при пожаре в конюшне погибли около двух десятков элитных лошадей. Накануне происшествия в районе прошел сильный ливень. Из-за сырости, видимо, и случилось короткое замыкание электросчета. Фламя распространилась буквально за 20 минут. Из конюшни начали выводить животных. Не удалось спасти 19 лошадей. Завтра в столице Хакасии пройдет очередная продовольственная ярмарка. Работать она начнет на новом месте. С Абаканского ипподрома ее переносят на площадку у нового сельхозрынка. Популярность в Хакасии ярмарочная торговля заработала себе достаточно быстро. Объясняется это просто. Здесь большое количество разнообразных качественных продуктов. А главное – продукция местная. От этого выигрыши не только покупатели, но и сельхозпроизводители, у которых появилась возможность продать свой товар без посредников. Отсюда и главный плюс такой ярмарки – цены ниже, чем в обычном магазине. Кстати, реализовывать свою продукцию на новой торговой площадке можно по согласованным ценам. За ними будут следить. А в день открытия на рынке пройдет выставка даров Хакасии. Посетители увидят все, чем богата наша земля. От яблок и до местных винограда и персиков. Не за горами учебный год. В этом году в Хакасии за парты впервые сядут чуть меньше 6,5 тысяч первоклассников. Для них 1 сентября не только переход в новую взрослую жизнь, но и связанный с этим стресс. Как помочь ребенку адаптироваться в школе? Об этом мы поговорим в нашей рубрике интервью с семейным психологом Анной Мантиковой. А из новостей у меня к этому часу все. Удачных вам выходных. Увидимся на канале Россия 24. Редактор субтитров А.Семкин